Здравствуйте дорогие друзья и уважаемые наши подписчики вы на канале Акваградус с вами ведущий Андрей и сегодня у нас обновленный обзор аппарата Акваградус Компакт. Друзья, в данном обзоре мы посмотрим в каком виде вы получаете данный аппарат на вашем отделении почты, произведем распаковку аппарата, рассмотрим каждый элемент аппарата в отдельности и их характеристики, произведем подготовку и сборку аппарата. Ранее у нас уже был обзор данного аппарата, но мы развиваемся, мы вносим определенные изменения в конструкции как бака, так и непосредственно колонны и сегодня мы делаем обновленный обзор данной колонны. Что же такое аппарат Компакт? Прежде всего это самый компактный аппарат в нашем линейке. Само название говорит о том, что он компактен, он легко собирается, разбирается, устанавливается, монтируется. Колонна выполнена в единой конструкции, это значительно облегчает как сборку аппарата, так и пользование колонной. Данная колонна предназначена прежде всего для тех, кто делает продукт в небольших количествах в ограниченном помещении. А также данная колонна идеально подходит для производства ароматных напитков, как с вашего сада, так и с зернового сырья. Максимальное сохранение вкуса ароматики исходного сырья, того с чего вы делаете ваш продукт, обеспечивает небольшая высота колонны, также рубашечная конструкция дефлегматора. Именно такая конструкция предназначена для сохранения всех ароматов, которые вы хотите оставить. Колонна Акваградус Компакт может комплектоваться такими емкостями, как 14 литров, 25 литров непосредственно представлен перед вами, а также возможно укомплектовка емкостью 35 литров по вашему желанию. Самые главные и самые основные изменения коснулись у нас непосредственно нашего переводного куба. Начиная от изменения конструкции штампованного дна, применения дополнительных ребер жесткости, штампованной конструкции верхней крышки с дополнительными ребрами жесткости, а также выносной горловиной, что обеспечивает идеальную герметичность при производстве ваших напитков, так как все соединения вынесены из паровой зоны. Не будет никакой утечки. Друзья, после того, как вы закажете аппарат в компании Акваградус, аппарат Компакт вам приедет на отделение вот в таком виде. Откроем упаковку и посмотрим, насколько качественно упакован аппарат. Внутри упаковки первая, естественно, это сама емкость, в данном случае комплектуется емкостью 25 литров. Сама колонна Акваградус Компакт. И непосредственно еще одна коробка, в которой находятся все аксессуары и комплектующие. Сама колонна Акваградус Компакт Итак, друзья, вот так выглядит аппарат после распаковки. И давайте вкратце пройдемся, из чего он состоит. Собственно, сама перегонная емкость, он же перегонный куб, в данном случае 25 литровый. Фланец для установки аппарата непосредственно на куб. Сама колонна Акваградус Компакт, которая устанавливается на фланец. И так называемый сам техкомплект, который состоит из силиконовых прокладок для установки фланца и непосредственно самой колонны. Силиконовая трубочка отбора, трубочка для установки термометра, фум-лента для герметизации всех резьбовых соединений, кран полдюйма для слива отработанной борды, подрывной клапан, штуцер-переход для подключения к системе водопровода, два электронных термометра. Один предназначен для установки на куб, второй непосредственно на саму колонну, верхнюю часть. Армированный шланг для системы охлаждения, две насадки Панченкова, которые устанавливаются непосредственно в саму колонну при второй перегонке, болты-барашки и хомуты. Также спиртометр, который предназначен для измерения вашей спиртоводяной жидкости непосредственно вашего продукта. И аппарат комплектуется инструкцией, в котором описаны все нюансы по сборке, разборке аппарата, его практическому применению. Также инструкция снабжена набором рецептов, следуя которым вы можете приготовить те или иные напитки. Давайте теперь рассмотрим каждый элемент непосредственно аппарата компакт в отдельности и пройдемся по его характеристикам. Итак, друзья, непосредственно сама емкость от компании Акваградус. В данном случае она на 25 литров. Аппарат компакт также может комплектоваться емкостями на 14 литров, на 35 литров. Перегонный куб выполнен из пищевой нержавеющей стали марки АИСИ 430. Данный вид стали является феромагнитной. Сделано это специально для того, чтобы данный куб вы могли применить на абсолютно любой нагревающей поверхности. Будь то газовая нагревательная поверхность, электрическая или индукционная плита. Именно 430 сталь предназначена для работы на индукционных плитах. Что же у нас все-таки изменилось? Прежде всего, это штампованное дно выполнено с 1,5 мм нержавеющей стали. Штампованное дно снабжено двумя ребрами жесткости, что обеспечивает максимальную жесткость нижней части нашего перегонного куба. Также самое главное изменение это то, что мы делаем не угловой шов, а именно торцевой шов. Только торцевой шов способен обеспечить перегонному кубу максимальную надежность данного соединения. Такое сочетание штампованное дно плюс торцевой сварочный шов делает наши кубы особо качественными и прочными. Штампованное дно разработано таким образом, чтобы обеспечить максимальную надежность работы в том числе и на индукционных плитах. В нижней части куба вварена полдюймовая муфта для установки крана для слива отработавшей борды. Практикой многочисленные испытания показали, что технология, сочетающая в себе штампованное дно толщиной 1,5 мм с ребром и жесткостью, обеспечивает более качественные характеристики перегонного куба по сравнению с более толстыми плоскими донцами с угловым сварочным швом. Он оказался максимально ненадежным и не соответствует характеристикам качественного изделия. Боковая стенка перегонного куба выполнена с миллиметровой нержавеющей стали, имеет два ребра жесткости, что является более чем достаточно для такой конструкции. Данная толщина применяется и в 100-литровых кубах и на практике показала абсолютную свою надежность. Верхняя крышка также выполнена по штампованной технологии, толщина 1,2 мм, также нержавеющая пищевая сталь с применением все того же торцевого сварочного шва. Торцевые швы нашего перегонного куба выполнены с поддувом, это обеспечивает максимальное качество проварки как снаружи изделия, так и внутри. Сверху имеется дополнительное ребро жесткости, но особую прочность конструкции перегонного куба дает выносное горло. Достоинство выносного горла, оно многогранно, мало того, что он обеспечивает повышенную жесткость верхней части перегонного куба, также все соединения вынесены с паровой зоны, что обеспечивает герметичность всего соединения. Естественно, никакой утечки в этом месте уже не будет, так как нет самой паровой зоны. Также, благодаря дополнительной высоте нашего горла, это дает преимущество кубу, что при пенообразовании, при первой перегонке, когда у вас брага может пениться, есть дополнительное место для того, чтобы пение сесть, и это обеспечивает более качественную первую перегонку. Верхняя часть куба снабжена двумя эргономичными ручками для удобной переноски куба с места на место. Также варен штуцер под установку термометра. Также установлена муфта с внутренней резьбой четверть дюйма для установки клапана безопасности. Все емкости нашей компании снабжены логотипом Акваградус, выполнены с помощью лазерной гравировки. Емкости наши тщательно сварены и отполированы. Мало того, конструкция емкости такова, что при использовании при мытье у вас нет шанса пораниться об острые края. Все сварочные соединения сделаны очень качественно и отполированы. Следующий элемент конструкции это фланец для установки непосредственно самой колонны на перегонный куб. Конструкция фланца является также нашим достоинством. Так как установки колонны непосредственно на сам фланец обеспечиваются полной герметичностью благодаря вынесенному резьбовому соединению с паровой зоны. У вас нет контакта резьбы с паром. Все сварочные швы выполнены качественно и отполированы. Дополнительная высота фланца уменьшает также шансы попадания пены в отбор при первой перегонке. Фланец и не только фланец, а также все изделия компании Акваградус. Как перегонный куб, так и колонны. Все ее элементы выполнены на лазерной порезке, что обеспечивает максимальную аутентичность каждого изделия. Они абсолютно одинаковые. Теперь непосредственно сама колонна Акваградус Компакт. Колонна выполнена с пищевой нержавеющей стали марки АИСИ 304. Конструкция колонны неразборная, выполнена в монолитном соединении и состоит из следующих элементов. Первое это царга. Царга высотой 20 см предназначена для установки насадки, которая идет в комплекте. Далее следует дефлегматор рубашного типа. Дефлегматор предназначен для работы колонны в режиме укрепления. По сути для второй перегонки. На дефлегматоре два штуцера для подключения системы охлаждения. Далее поворот на 180 градусов с отводом в верхней части для установки измерительного термометра. И за ним следует холодильник для охлаждения конечного продукта с штуцерами для подвода и охлаждения. В нижней части вход для холодной воды. Вверху выход для отработанной теплой воды. И холодильник заканчивается носиком для отбора продукта. Колонна обеспечивает в режиме прямой дистилляции или первой перегонки скорость 3-4 литра в час. Данная скорость обусловлена как мощностью нагрева, так и охлаждающими способностями самого холодильника. В режиме укрепления, когда подключается к охлаждению дополнительный дефлегматор, то есть по сути это вторая перегонка, колонна выдает крепость 80 градусов в базовом варианте с двумя насадками Панченкова. Скорость колонны в районе 1,2 литра, 1,4 литра в час. Также на нашем сайте существует огромное количество аксессуаров и комплектующих данной колонны. И они способны увеличить крепость продукта на выходе вплоть до 95 градусов. Колонна комплектуется с антикомплектом, который состоит из 2 силиконовые прокладки непосредственно для установки фланца и самой колонны на фланец. Они выполнены из пищевого медицинского силикона и обеспечивают как максимальную герметичность. Также они не добавляют никакого постороннего запаха в ваш продукт. 2 силиконовые трубочки также из пищевого медицинского силикона. Короткая трубка предназначена для установки термометров. Длинный шланг. Он для отбора продукта, от которых мы отрежем 2 небольших кусочка. Также для установки термометра. В комплекте 5 метров армированного шланга. Этот шланг для подведения системы охлаждения от вашего водопровода к колонне. Фум-лента предназначена для герметизации всех резьвовых соединений. В комплекте бытовой спиртометр с диапазоном измерения от 0 до 96. Способен измерить как крепкий продукт, так и продукт после разведения. В комплекте 2 электронных термометра. Нужны для измерения температуры как в самой емкости, так и вверху колонны. Колонна комплектуется двумя насадками Панченкова. Выполнены с нержавеющей стали. Предназначены для установки в колонну. Благодаря использованию насадки в режиме второй перегонки, мы получаем на выходе качественный и очищенный продукт. Переходник с полдюймовой резьбы на штуцер, елочка для подключения непосредственно армированного шланга. Этот переходник выполнен с бронзы и предназначен для подключения к вашему водопроводу. Также в санте комплект входит клапан безопасности, предназначен для безопасной работы аппарата. Латунный кран на полдюйма. Этот кран для установки непосредственно на перегонный куб служит для слива отработанной жидкости, отработанной борды после первого или второй перегонки. Также комплект болтов, барашек и хомутов для непосредственно сборки самой колонны и системы охлаждения. Колонна снабжена инструкцией, в которой вы найдете подробный инструктаж как по сборке самой колонны, так и по первой и второй перегонке. Также инструкция снабжена наборов рецептов для приготовления разнообразных напитков. Также есть описание дополнительных аксессуаров, которые могут быть вам полезны в нашем хобби. А теперь давайте произведем сборку аппарата. Первым делом установим кран для отработавшей борды. Для этого нужно на резьбовое соединение штуцера на баке намотать 6-7 витков фум-ленты для герметизации резьбового соединения. Далее накручиваем непосредственно сам кран. Далее на резьбовое соединение клапана безопасности также наматываем 6-7 витков и закручиваем в резьбу на верхней крышке. Можно помочь ключом. На горловину бака одеваем прокладку. И устанавливаем сам фланец. Предварительно установив прокладку, мы зафиксируем болтики с нижней части. Они тогда держатся на силиконовой прокладке, не выпадают и можно легко устанавливать колонну. Для второй перегонки необходимо в колонну установить насадку панчинга. У вас в комплекте два таких кусочка. Как ее правильно установить? Друзья, предварительно перед тем, как ей пользоваться, данную насадку рекомендуется прокипятить в растворе сначала моющего средства, чтобы избавиться от смазки, которая была при плетении данной насадки, а затем в растворе лимонной кислоты, чтобы убрать все посторонние запахи. После того, как насадку вы прокипятили, сворачиваем следующим образом. Первые два витка делаем плотно, чтобы не образовывалось внутри отверстие. А далее без особых усилий просто сворачиваем насадку. У вас должно получиться два вот таких вот батончика, которые непосредственно один за другим устанавливаются в колонну. Следующим этапом установка термометров. Для этого у вас в комплекте есть трубочка отбора, от которой мы отрезаем два кусочка приблизительно по 2-2,5 см. И примерно такой же второй. От более тонкой трубочки по сантиметру, ровно половинки. Далее более толстые трубочки одеваем. Предварительно можно смочить водой для более легкого одевания. Одеваем на выходы с бака и верхней части. Одеваем на термометры таким образом, чтобы нижний термометр входил как можно глубже в бак для более точного измерения. Вот на такое примерно стояние. И также смочив силиконовый шланг, совмещаем все это соединение. Получается абсолютно герметичное и прочное соединение. Дальше, если вам необходимо будет снимать, мы снимаем непосредственно самого штуцера на баке и верхней части колонны. Второй термометр одеваем сначала на самый край. А затем совмещая, проталкиваем термометр до упора, пока не упрется в заднюю стенку. Друзья, система охлаждения. В ваш комплекте идет армированный шланг для подключения охлаждения длиной 5 метров. Для этого сразу мы от него отрезаем небольшой кусок. Он нужен для второй перегонки, для соединения нижней части дефлегматора с верхней частью холодильника. То есть, примерно вот такой кусочек. Его убираем пока в сторону, он нам понадобится позже. Режим первой перегонки, режим прямой дистилляции или когда вы брагу перегоняете с перцерец. Холодная вода подключается на нижнюю часть холодильника. Шланг, который идет непосредственно от вашего водопровода, вы одеваете на нижнюю часть холодильника. И сюда подается наше охлаждение, именно холодная вода. С верхней части холодильника вы одеваете шланг, который идет для слива отработанной подогретой воды. Именно такое подключение предназначено для первой перегонки, для работы аппарата в режиме прямой дистилляции. Отводы на дефлегматоре, они никуда не подключаются, они остаются свободными. Друзья, теперь переключаем аппарат в режим укрепления, в режим второй перегонки. Для этого подача холодной воды остается точно такая же. То есть, холодная вода подается на нижнюю часть холодильника. А вот верхний шланг, который у нас был для сброса в канализацию отработанной подогретой воды, мы одеваем на верхнюю часть, на верхний отвод дефлегматора. И перемычку, которую мы с вами отрезали чуть ранее, мы одеваем между оставшимися штуцерами. Таким образом, вода будет идти сначала через холодильник, затем уже подогретая вода пошла через перемычку на нижнюю часть дефлегматора. И через дефлегматор она пошла на верхний отвод, уже непосредственно в канализацию. В данном виде представлено подключение колонны в режим укрепления, в режим второй перегонки. Для более надежного соединения, для лучшего обжима мы комплектуем хомутами, вы можете также ими пользоваться. Итак, друзья, в данном обзоре мы увидели, как вы получаете аппарат на вашем отделении, просмотрели все основные характеристики колонны Акваградус Компакт, а также произвели полную сборку аппарата и подготовили к использованию. На этом обзор закончен. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. С вами был Андрей и компания Акваградус. Всем до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!